Чтобы избежать потенциальных проблем с приоритетом операторов, которые могут возникнуть при использовании макроса, можно использовать следующий прием. Каждый параметр макроса будем оборачивать в круглые скобки. Таким образом, если в качестве параметра макроса нам передадут некоторые выражения, то оно будет защищено от проблем с приоритетом операторов. Более того, сам макрос мы тоже обернем в скобки. Однако, такой подход хоть и избавляет нас от проблем с приоритетом операторов, но тем не менее не избавляет нас от всех проблем. Давайте рассмотрим следующий пример. У нас есть две переменные a и b, которые изначально равны единице. Далее мы используем наш макрос для того, чтобы получить максимальное значение из значения a в величину на единицу и b. Соответственно, ожидаемое поведение нашей функции, написанной при помощи макросов, такое, что результатом данного выражения будет c равное 2. Однако, если мы посмотрим, как данная макрофункция будет развернута при процессорах, то мы заметим, что в нашем выражении инкремент от a будет выполняться дважды. Сначала он выполнится в тот момент, когда мы будем проверять условия, и a станет равным 2. И после этого он будет выполнен непосредственно в самом возвращаемом значении. Соответственно, вместо ожидаемых 2 мы получим c равное 3. Поэтому определять функции через макросы – это очень плохая идея, так делать не стоит. Зато можно использовать макросы для условной компиляции. Это совершенно нормальное и правильное использование макросов для того, чтобы управлять компиляцией. Например, если у вас есть некоторый код, который вы хотите выполнять только для проверки, то есть в случае отладочного выполнения вашего приложения, то можно его компилировать по условию. Если где-то будет определена константа дебаг, то тогда этот код, например, с дополнительными проверками скомпилируется. Если дебаг не будет объявлено, то код проигнорируется, и он не будет вставлен в тот код c++, который отдастся непосредственно к компилятору. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok